Привет, я Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное становится естественным. Моему гостю сказали, что ему осталось жить всего лишь 10 часов. Он горит тем, чтобы люди не умирали преждевременно. Когда он делится своей историей, происходят настоящие чудеса. Моему гостю Брайан Уилсу было 22 года. Он был здоров, занимался спортом, был выпускником колледжа. До исполнения мечты всей его жизни, стать профессиональным теннисистом, оставалось чуть-чуть. Однако произошла трагедия. Он вырос в христианской семье, которая верит в чудеса. И в тот момент им очень нужно было это чудо. Однажды я оказался на больничной койке. Я как раз собирался ехать на чемпионат по теннису в Европе. Я долго к этому готовился. Но я почувствовал боль в цели, и поэтому обратился в больницу. Сначала врач подумал, что я просто переусердствовал на тренировке. Но затем они стали проверять мои почки. Через 9 дней он вошел в палату и сказал, у меня для тебя плохая новость. У тебя очень редкая неизлечимая болезнь. Это рак почек. Он распространяется очень быстро. И, возможно, тебе осталось жить меньше двух недель. Она была размером с мяч для гольфа. Я был уверен, что Бог исцелит меня в те выходные. Однако мне стало еще хуже. Намного хуже. Весь мой живот был раздут из-за того, что опухоль прогрессировала. Я не мог нормально ни ходить, ни сидеть, и даже лежать. Она выросла до баскетбольного мяча. Я так понимаю. Да, и это всего за три дня. К тому же почка перестала работать, и другие органы тоже начали барахлиться. Я таял на глазах. Врач сказал моим родителям, что они могут начинать готовиться к похоронам, потому что я умираю. Он сказал, что к пятнице меня уже не будет. Мама открыла Библию, и она произнесла, «Чьим словам поверишь ты?» «Мы будем верить Слову Господа». Я лежал на кровати в своей палате и понимал, что все кончено. Я ощутил, словно я на футбольном поле. Конец игры. Я начал молиться, «Господь, если Ты меня исцелишь, если Ты выведешь меня из этой ситуации, я сделаю все, что Ты скажешь, я поеду туда, куда Ты скажешь, и буду говорить с теми, с кем Ты велишь мне говорить». И когда я произнес эти слова, было такое ощущение, что в палату вошел сам Иисус. Я не видел Его своими глазами, но я точно ощутил Его присутствие. Бог сказал мне так, «Сынок, если Ты пройдешь эти шаги, Ты исцелишься. Ты пройдешь через огонь, но не обожжешься». Я услышал слово «шаги». «Шаги? Какие? Какие шаги?» И прямо в тот момент, когда я задавал этот вопрос, внутри себя я уже понимал, что это за шаги. Внутри меня есть непрощение к одному человеку. То есть Бог сказал тебе, что если ты последуешь этим шагам, ты полностью исцелишься? Да. Ты считаешь, что каждый, кто последует этим шагам сегодня, может исцелиться, да? Да. Я начал рассуждать в голове. Но, Господь, это было так давно, я даже не помню Его номер телефона. И в этот момент в голову пришли цифры. Я нерешительно набрал этот номер, и, к моему удивлению, я услышал на той стороне голос именно того человека, с кем я должен был поговорить и примириться. Я лежал и ощущал, как меня наполняет Божий мир. Через несколько часов в палату пришла медсестра. Она удивленно воскликнула. У вас заработала почка. Это послужило подтверждением тому, что по мере того, как я буду выполнять шаги, которые мне скажет Бог, Он будет проявлять ко мне свое исцеление, милосердие и сострадание. Именно так я начал исцеляться и восстанавливаться благодаря Божьим шагам, которые Он сказал мне сделать. Я спросил у Господа, каким будет мой второй шаг, и Он напомнил мне, что последний год я работал, но не отдавал десятину. Помните, в третьей главе Малахии сказано, что если мы принесем десятины Богу, Он запретит пожирающим. Я попросил родителей перечислить с моего счета мою десятину для церкви. Это был второй шаг. Третий шаг был из притчи. Это 4 глава, 20 стих. «Сын мой, словам моим внимай, и кричам моим преклони ухо твое, потому что они — жизнь и исцеление для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Я начал исповедовать эти местописания вслух, «Потому что жизнь и смерть во власти языка». «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». Сначала я просто исповедовал по несколько раз в день 117-й псалом, 17-й стих. «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». И 102-й псалом. «Благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя — святое имя Его». «Он прощает все беззакония твои и исцеляет все недуги твои». Но мама настояла, чтобы я начал исповедовать слово больше и чаще, потому что жизнь и смерть во власти языка. Следующим шагом было приказать раку оставить меня. Я приказал раку засохнуть. Я сказал, рак, ты не можешь забрать мою жизнь. Я приказываю тебе умереть во имя Иисуса. Первые 10 дней страх мучил меня. Я помню, что пик страха приходился на полночь. Я провозглашал, я противостою тебе страх. Ибо Бог дал мне духа не боязни, но силы, любви и целомудрия. Перед тем, как победить рак, я должен был победить свой страх. Я начинал чувствовать себя все лучше и лучше. Это сильно удивляло врачей, потому что, по их прогнозам, я доживал свои последние дни. Они заметили, что мне стало лучше. И врач сказал, что пора снова сделать томографию. Нужно было посмотреть на опухоль снова. Врач зашел в мою палату. Его всего трясло. Я не преувеличиваю. Он сказал, что говорил со специалистом-радиологом, который делал мне томографию. И вот томография показала, что у меня вообще нет никакого рака. Даже намека на рак нет в моем теле. Я думал, мне долго и упорно придется сражаться с этой болезнью, и нужно будет провозглашать и верить. А оказалось, все так просто. Болезнь просто ушла. У тебя было видение. Расскажи. Я увидел два кувшина с водой. В меньшем кувшине вода была мутной, а в большом кувшине вода была кристально чистая. Бог сказал мне, «Твое тело похоже на этот небольшой кувшин, в котором мутная вода олицетворяет болезнь или тяжелую ситуацию. А кувшин, что побольше, символизирует мое слово». Если ты начнешь лить воду из большого кувшина в маленький, то сработает закон замещения. Это есть омовение водой слова. И всякая болезнь в твоем теле исчезнет, когда ты начнешь вливать в свое тело мою кристально чистую воду. Так когда тебя выписали, меня выписали в августе того года, сказав, что если рак не вернется через шесть месяцев, то я могу считать, что у меня больше нет этого рака. Прошло шесть месяцев. Думаю, они удивились, увидев тебя живым и здоровым. Да, через полгода я пришел, чтобы провериться. И когда я уже собирался уходить, мой врач остановил меня и сказал, «В нашей больнице все только и говорят о вашем случае. Во-первых, вашему исцелению нет медицинского обоснования. И помните, те лекарства, которые мы вам выписывали?» Как это оказалось, эти экспериментальные лекарства вообще не помогают от этой болезни. Все это было в пустое. Кроме того, все остальные пациенты, которым мы давали эти лекарства, уже умерли. А выжили только вы. Это настоящая забота Господа обо мне. Ведь Он сохранил меня и от болезни, и от этих лекарств. Почему? Выписали эти лекарства, умерли. Все, у кого был такой же вид лейкемии, умерли. У тебя получилось исцеление в квадрате или даже в кубе? Сейчас нас смотрят люди, которые получили неутешительный диагноз от врачей. Обратись к этим людям и скажи им, что первое они должны сделать. Во-первых, я хочу сказать, что прогноз, который вы услышали, это человеческий прогноз. У Бога совсем другое мнение. Если Бог смог исцелить меня от неизлечимой болезни, то я хочу ободрить вас сегодня. Мы служим одному Богу, и Бог, который исцелил меня, также может исцелить и вас. У Бога нет лицеприятия. Иисус пришел, чтобы даровать нам жизнь с избытком. Бог совершит чудо и в вашей жизни, а я хочу помолиться о вас. Поднимите руки и примите исцеление. Отец, во имя Иисуса, я молюсь о каждом, кто смотрит эту программу. Мы высвобождаем исцеляющую Божью силу, чтобы она хлынула в тела этих людей. Мы отменяем планы врага и проклинаем всякую болезнь в телах этих людей. Мы благодарим тебя, Господь, за полное исцеление и за то, что ты даешь мир в душе и здоровое тело каждому ребенку во имя Иисуса. Редактор субтитров А.Семкин